Но поскольку Евровидение конкурс прежде всего телевизионный и миллионы поклонников по всему миру будут оценивать качество картинки, подготовку к шоу, которое длится 2 часа 15 минут, профессионалы начали задолго до сегодняшнего дня, еще в марте. Основные же работы на Минской арене ведутся с начала ноября, но главный экзамен впереди и он уже совсем близок, это завтрашний финал. Освещать музыкальное событие будут более 100 журналистов из разных стран. Их первые впечатления, а также тех, чьи работа остается за кадром, не ускользнули от объектива наших телекамер. Ольга Давидович с подробностями. В эти дни Минская арена «Неузнат Спаркомплекс» превратилась в огромную телевизионную студию. Шикарная сцена, более тысячи световых приборов, сотни квадратных метров экранов. Вот уже которую неделю, здесь и день и ночь фактически в режиме нон-стоп, трудится совместно команда Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза. Работа кипит, все доводится до совершенства. Специфика шоу такого масштаба обязывает. Все должно быть расписано детально и буквально по секундам. Еще до начала трансляции каждый из задействованных точно знает, что должно произойти в ту или иную секунду на сцене и как это должно быть показано в эфире. С этими песнями я уже три недели работаю, так что каждый день, каждую ночь я слышу эти песни и работаю с скриптом, так что точно вовремя были правильные кадры. Для меня это один из самых трудных, ну на хорошем смысле, трудных и важных мероприятий. Именно глазами Мары Камилы, опытного эстонского режиссера, телезрителей увидят конкурс. Его рабочее место в ПТС, передвижной телевизионной станции. Она приехала из Швеции специально для мероприятия в Минске. Сюда идет картинка с камер в зале. Их всего 14. Когда на вопрос, сколько же у нас в зале работает камера, задал мне вопрос один иностранный журналист, и я ответил, что непосредственно на сцену работает 14 всего камер. И сказал, что всего 14 камер. Как это грустно. Я говорю, но дело в том, что все зависит от быстроты, смены крупности планов, резких движений и установок режиссера. То есть динамики у нас выше крыши, достигаемых с 14 камерой. Эту динамику заметили многие, кто на протяжении всей Евровизионной недели находится в Минской арене. Со вторника здесь идут репетиции. Экраны в пресс-центре позволяют оценить масштабность белорусской концепции. Например, журналист Иван Спенс. Он приехал из Шотландии. То, что касается Евровидения, большой эксперт. Детский конкурс в Минске для него уже седьмой. Какие впечатления у вас на данный момент о конкурсе в Минске? Каждый конкурс отличается. Сцена всегда разная. Я обратил внимание, что здесь сцена шикарная. Она огромная. Она полна света, звука, энергии. И это идеальная площадка для незабываемого шоу. Нереальное оформление. Очень яркие конкурсанты с отличными песнями. Если убрать возрастные ограничения, то можно сказать, что это взрослое Евровидение. Похожее мнение у шведа Александра Бородина. Обычно он занимается освещением взрослого конкурса. Теперь же приехал в Беларусь, чтобы познакомиться с детским. И сразу же из аэропорта отправился в Минск-арену. Мое первое впечатление было, тут все не такое масштабное, если сравнивать со взрослым конкурсом. Но это и нормально. В разы меньше стран-участниц, прессы, персонала. Но мне очень уютно. Очень дружественная атмосфера. А это дорогого стоит. Всего же освещают детское Евровидение в Минске более сотни представителей СМИ из самых разных стран мира. Минск-арена меня впечатлила. Все отлично организовано. Люди, которые здесь работают, всегда рады и готовы помочь. У меня были проблемы с моей техникой. Все быстро подчинили. Я могу отметить высокий уровень и конкурсантов, и подготовки к мероприятию, и самого шоу. Мне очень нравится здесь у вас в Беларуси. Я наслаждаюсь каждым моментом. Наслаждается процессом, а также тем, что в итоге получился технический директор конкурса Ола Мельцик. Профессионал мирового уровня в этом году. Частый гость Беларуси. Десятки песенных шоу в Европе и Америке. Техническое оснащение. Организация трансляций Олимпийских игр. Давайте сравним. Вам нравится то, что происходит здесь, в Минске? Я в восторге. Если честно, возможно, это прозвучит немного странно. Мне нравится работать над менее масштабными проектами. Хотя, как мы видим, это весьма крупное шоу. Мне понравилось работать с командой Белтеля радиокомпании. Мы прекрасно сотрудничаем. Начали еще в марте. Все отлично. Я доволен. Впереди самый главный день. Сюрпризы в сценарии обещают гору. Но подробности пока за семью печатями. Раскройте какие-нибудь секреты. Чем вы удивите зрителей? Ладно, я исполню песню. Серьезно? Нет. Так что в 18.00 в воскресенье включаем прямую трансляцию на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. И наслаждаемся. Ольга Давидович, Денис Соколовский и Дмитрий Астартах. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова